После того, как Пентагон сообщил о том, что возможно разместят в странах Балтии и Восточной Европы тяжелую военную технику, министр иностранных дел Литвы Лина Слинкявичус сказал, что это предложение – часть утвержденной в США программы по укреплению безопасности в странах Восточной и Центральной Европы. Лина Слинкявичус отметил, что такая техника в корне изменит ситуацию в Литве и во всем регионе. По его словам, процесс уже идет. Конгресс США подтвердил программу помощи странам Восточной и Центральной Европы на миллиард долларов. Информацию о размещении в странах Балтии тяжелой военной техники США ранее подтвердил министр обороны Литвы Йозес Алякас. Линкявичус утверждает, что это не является демонстрацией агрессии против России или других стран, но это чистые воды элементы укрепления безопасности. Это очень важная весть для жителей Литвы и, честно говоря, для всего мира, подчеркнул министр. По данным СМИ, если такое решение будет принято, это будет самый значительный военный шаг Соединенных Штатов со времен Холодной войны. Решение должно получить поддержку Белого дома и министра обороны США Эштона Картера. Также подчеркивается, что речи об отправке военных не идет. Танки и боевые машины пехоты, которые планируются разместить, необходимы для сдерживания возможной российской агрессии в Европе. Эта техника сможет обеспечить 5000 военнослужащих. Продолжение следует... Продолжение следует...